Всем привет! В этом ролике я вам покажу лучшую работу для новичка, на которой можно заработать огромные деньги в начале игры. Поэтому смотрите это видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам конечно же поможет мой промокод, вводить промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, он даст вам приятные бонусы. Также хотел бы рассказать о том, что я создал свой телеграм-канал, поэтому можете туда подписаться, ссылочка будет в описании, там много чего интересного, анонсы роликов, стримов, фото, видео и так далее. Поэтому если хотите быть в курсе всех событий, то обязательно подписывайтесь. То есть вам нужен третий уровень, нужна блоки, хотя бы минимальная на 7 дней и нужен их 3 день. И тогда вы будете зарабатывать столько же, сколько вы сегодня увидите в этом ролике. Итак, в первую очередь вы приезжаете и смотрите как рассчитывается ваша зарплата, выбираете этот пункт, приезжаете в любое место, потому что каждый Payday зарплата меняется, то есть где-то платят больше, где-то платят меньше. То есть каждый Payday меняется зарплата, поэтому это нужно учитывать. Вам нужен будет транспорт, я вам советую купить велосипед, он стоит там около 10 тысяч. На велосипеде вы сможете спокойно и без каких-либо проблем и затрат передвигаться. Я работал почти на максимальном скилле, но я вам скажу так, то что даже на минимальном скилле вы будете зарабатывать примерно такие же деньги. То есть скиллы откачать очень легко, вы можете там за день вкачать уже 10 скилл, а за неделю можете вкачать максимальный скилл, это 30. Я себе спокойно потихонечку работал, работал, здесь нету реально ничего сложного. Я в основном люблю работать в Арзамасе, потому что я здесь выучил все кучи. И вам тоже это советую сделать, то есть выучить все точки, где спамятся вот эти кучи, чтобы не по GPS ездить, не по метке, а чтобы вы знали, где каждый находится, вам так будет проще, потому что есть как бы конкуренция, вы должны это понимать, то что есть другие люди, есть другие игроки, которые также будут работать на этой работе. По итогу за час работы я смог заработать 1 миллион. И я вам скажу так, это не предел, то есть можно реально заработать больше, хотя у меня и так был очень хороший курс, но курс может быть еще больше, ребята. Вы можете еще больше зарабатывать, потому что курс вняется каждый час. Тут уже, ребята, как повезет. Здесь мы уже переходим ко второму заработку на данной работе, то есть есть метла, есть свипер, а есть камаз. И на камазе можно зарабатывать даже больше, чем на метле. То есть для работы на камазе вам нужен 20 скилл. И вам нужно конкретно работать именно в Батырево на камазе. Запомните, ребята, именно в Батырево. То есть ваша задача просто, вы берете камаз, арендовываете и едете маршрут. Едете его до тех пор, пока вы не приедете обратно на аренду, где вы брали этот камаз. И после того, как вы приехали, вы заканчиваете аренду и берете заново камаз. То есть я вам скажу, мне на камазе понравилось больше работать, чем убирать руками. Да, я работал ночью, мне никто не мешал, у меня не было ни радаров, ни светофоров. В чем плюс вообще работать на камазе? То есть на камазе вы, во-первых, можете заработать больше, а во-вторых, здесь нету конкуренции. Никто вам не мешает. То есть, допустим, на тех же самых кучках вам могут мешать, эти кучки могут закончиться. То есть там есть лимит, там есть конкуренция. Здесь конкуренции нету, просто берете себе, катаетесь. По итогу за час работы я смог заработать 1 миллион 73 тысячи. Да, это как бы по итогу немножко больше, чем я заработал на обычной работе, где я убирал руками. Но, ребятки, учитывайте то, что курс как бы меняется. И я работал не на максимальном скиле, у меня был на тот момент 25-й или 26-й. То есть, если вы будете работать именно на 30-м скиле, я думаю, вы будете зарабатывать там лям 200, лям 400 спокойно. Как я понял, то что один круг занимает 5 минут, и за 5 минут я зарабатывал 100 тысяч. Это время я сделал где-то 10-12 кругов, и тем самым заработал 1 миллион. Также для общего развития я решил поработать час метлой. То есть метла как бы это такая штука, которую вы можете скрафтить, либо купить уроков. Далла метла стоит от 800 тысяч и выше. То есть она на самом деле не особо как бы прибыльная. Это для тех, кто хочет чуть-чуть быстрее прокачать скилл. Да, вы можете использовать эту метлу. Итак, ребятки, по итогу за час я смог заработать 1 миллион почти 400 тысяч. То есть на самом деле, да, это больше. Это больше, чем я мог бы заработать руками. Но есть одно но. То, что у меня нет улучшения. То есть есть еще улучшения, там называются золотые руки. Когда предметы для работы ломаются. Ну, то есть у них есть целостность и не ломаются медленнее. То есть у меня этого улучшения не было. Я вам скажу так, то что метлы хватает на 40 минут. И поэтому я потратил 2 метлы. Ну, точнее 1,5. То есть мне оно не окупилось. Поэтому я вам не советую работать с метлой. То есть да, если вы там мажорик. Если у вас есть бабки. Если улучшения, то конечно да. Можете работать с метлой. Она вам будет окупаться. Что я вам, ребятки, по итогу хочу сказать. То, что лучше работы вы реально не найдете в начале игры. Но, помимо этого, вы можете также работать в X2 на этой работе. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. X2 работает каждые выходные. А на 04, 06 X2 работает каждый день. В X2 будете зарабатывать это 1500. Я думаю. Может быть 600. Я считаю, это тоже неплохой заработок. Тем более, в X2 я не думаю, что будет такая большая конкуренция, как в X3. Ну, что ж, ребятки. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной.